Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как организована помощь семьям мобилизованных в Самаре? Какие меры поддержки введены семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции? Куда нужно обращаться родственникам для оформления льгот? В нашей студии Ольга Слесарева, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Ольга Владимировна, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Итак, проходит специальная военная операция, и большое количество жителей Самары, Самарской губернии участвуют в этой операции и добровольцами, и мобилизованными. Вот в этой ситуации, как организована помощь семьям мобилизованных в Самаре? Ну да, у нас добровольцы, у нас сформирован самарский батальон из добровольцев Самарской области, да, и как мы знаем, 21 сентября была объявлена мобилизация, и наши мужчины пошли защищать нашу родину. Ну и, конечно, у всех у них остались семьи, жены, дети, родители, которые нуждаются в заботе, и когда нет мужского плеча рядом, конечно, этим мужским плечом должны стать мы. Мы должны стать мы, муниципальные власти, которые ближе всех на сегодняшний момент находятся к этим семьям. Каждая такая семья, конечно, у нас состоит на учете, мы о всех знаем, к каждой семье прикреплены кураторы, которые знают о тех проблемах, которые могут возникнуть в семье, и кому может обратиться жена мобилизованного, либо мамы, в случае, если у нее возникает вопрос, который она не может решить самостоятельно. Для этого проводятся встречи главы городского округа Самары с семьями мобилизованных, и, конечно же, у нас внутригородские районы активно принимают участие в этом направлении. Они собирают все вопросы, которые возникают, и помогают решать главы внутригородских районах еженедельно встречаются с семьями и помогают в вопросах, которые необходимо решить. С 15 октября мы начали проводить такую форму общения, это единые консультационные дни для семей мобилизованных. С таких встреч мы уже провели две, 12 октября и 15 ноября. Эти встречи проходят у нас в «Заре», куда мы приглашаем огромное количество организаций и предприятий, которые могут понадобиться нашим семьям. И, конечно же, так, если нужно, пойти отдельно в пенсионный фонд что-то узнать, пойти отдельно к нотариусу что-то узнать. Здесь мы приглашаем и нотариат, и ЗАГС, и пенсионный фонд, комплексные центры социального обслуживания. Там же у нас сидят специалисты Министерства здравоохранения, которые решают вопросы и помогают решить вопросы медицинского характера. Конечно же, сеть военкомат. Конечно же, активное участие принимает судебное приставление, потому что много вопросов по судебно-исполнительным решениям, которые есть на мобилизованных или на членов семьи. Активно принимает участие банки. Мы приглашаем ВТБ, Сбербанк, большие банки, где наибольшее количество каких-то кредитных обязательств у семей. Ну и, конечно, прокуратура городского округа Самара тоже принимает участие, поскольку если какие-то вопросы в каком-то ведомстве не могут решить, они могут здесь же обратиться к помощникам прокурора для того, чтобы те подсказали, каким образом и куда нужно пойти для того, чтобы этот вопрос решить. Ольга Владимировна, вот единые конституционные дни, ну, на мой взгляд, наверное, идеальный такой инструмент для работы, ну, один из, скажем так, очень эффективных инструментов для работы семей мобилизованных. Вот когда будут следующие дни единые конституционные, потому что понятно, что, наверное, за один, за два невозможно все решить. И какие вопросы наиболее часто возникают вот во время этих встреч? Потому что все равно понятно, что есть некая вот системность. А вы знаете, есть такая закономерность. Вот первый конституционный день мы проводили, у нас приняло участие более 300 человек. Много. Вопросов было очень много, около 400. То есть люди были немножечко в растерянности. И не понимали, да, вот, а какие выплаты, да, а куда пойти ребенок, вот, муж зарабатывал хорошо, сейчас денег, а питание в школе, да. Ну, масса вопросов было. И вы знаете, второй раз, когда мы проводили, к нам уже пришло меньше народу. К нам пришло, ну, чуть более 150. Почему? Потому что за этот месяц удалось большинство вопросов снять. Купировать. Потому что, да, вот появились кураторы, проведено прямо очень много встреч внутригородскими районами, и люди не ждут единого дня куда-то пойти, да. Очень много появилось информации в социальных сетях, на сайте администрации, очень много появилась горячая федеральная линия. И практически все вопросы снимаются тут же. В режиме реального времени, да? В режиме реального времени, да. Поэтому, конечно, приходили чаще всего это люди, которые что-то не поняли, да. Либо недавно мобилизовали, еще не успели... Получить всю информацию, да. Как бы получить всю информацию, да. Поэтому вот эти дни, конечно, очень важны, но я думаю, чем больше времени будет проходить, тем меньше людей захотят воспользоваться, потому что мы стараемся все вопросы решить по... вот прям возник, нам его озвучили, и сразу мы стараемся помочь этой семье. Да, совершенно верно. Меры... Очень много было мамочек с детьми на первой встрече, да. Потому что, допустим, муж работал, она не работала, ребенку три года, там, или два с половиной, в садик не ходят. Как быть, да, очень много было вопросов по образованию. Все эти вопросы на сегодняшний день мы практически сняли. То есть мы знаем, что с 12 октября появились дополнительные меры поддержки. Это первое. Это бесплатное питание детей мобилизованных, контрактников и добровольцев в образовательных учреждениях. Тот, кто учится в первую смену, они получают бесплатно завтрак. Тот, кто учит во вторую смену, они получают бесплатный обед. Раньше у нас это обязательно питались, да, только с первого по четвертый класс, начальная школа, они все бесплатные. Сейчас с первого по одиннадцатый класс дети мобилизованных получают бесплатное питание. Все. Все. Значит, второй вопрос – это зачисление в детские сады. То же самое на основании указа президента было принято решение о первоочередном зачислении таких детей в детские сады. И если он где-то был в очереди состоял, но очередь была достаточно далеко, то с введением этого указа их принимают в детский сад в первоочередном порядке. Все, кто обратился на сегодняшний момент, уже обеспечены. Те, кто местами в детских садах. Те, кто еще не обратился, пожалуйста, можно прийти в МФЦ, написать заявление, указать, что вы нуждаетесь сейчас в помещении ребенка в детский сад, если он достиг возраста уже ясельного. И при первом же распределении они в первую очередь получат места в детском саду. Ну и, конечно же, очень большая, я считаю, и хорошая мера поддержки – это бесплатное содержание детей в детских садах. То есть у нас теперь платить за посещение ребенком в детского сада те, кто мобилизован, не требуется. То есть это вот такие большие, серьезные меры, которые касаются самых незащищенных у нас категорий – это наших несовершеннолетних детей. По каждому направлению, конечно же, сейчас активно обсуждаются еще какие дополнительные меры будут вводить. И, конечно же, в первую очередь мы оказываем тем семьям, которые мало обеспечены, да, и у них еще и мужей мобилизовали, мы оказываем материальную помощь. Обращаются как в комплексные центры социального обслуживания Самарской области, так как и в муниципальное наше учреждение, а такие отделения есть в каждом районе города, можно обратиться, написать заявление, и мы окажем материальную помощь в зависимости от тех задач и тех проблем, которые у этих семей возникают. Конечно же, Министерство здравоохранения. В каждой поликлинике у нас определены дни, когда семьи мобилизованных могут обратиться для того, чтобы в первоочередном порядке решить вопросы, которые у них возникают. Возможно, внеплановая операция, возможно, обеспечение там льготными лекарствами. То есть по каждой семье Министерство здравоохранения и поликлиники это решают тоже в онлайн-режиме. Те, которые вопросы, может быть, не успели задать вот на консультационном дне, да, у нас тоже более 20 человек обратились за этими вопросами, все мы записали, и по каждому вопросу будет отработано в полном объеме. Владимир Владимирович, вот какая еще ситуация, когда мужчина уходит из дома, вот в таких обстоятельствах, женщине часто тяжело одной, потому что есть много вопросов, которые решает мужчина. И вот здесь какие могут быть меры поддержки? Потому что, ну, семья, например, ей надо переезжать. Вот простой вопрос, ей надо переезжать. Или, я не знаю, там, нужно сделать ремонт или еще что-то. Потому что я понимаю, что наши женщины на самом деле способны на многое и очень часто решают многие вопросы, как минимум не хуже мужчин. Но тем не менее, вот в таком случае сможете помочь? Потому что это тоже важно, тем более еще люди все на нервах, это же тоже тяжело. Ну, смотрите, по этому направлению, значит, работают две организации. Первое – это комплексный центр социального обслуживания, куда можно обратиться. И если это престарелые родители, да, написать заявление. Да, например. И, да, социального работника прикрепят, который будет помогать этим семьям в каких-то бытовых нуждах. Но еще одно управление, мы помним, мы знаем, что у нас работает штаб «Мы вместе», который был организован еще в период пандемии, где работают волонтеры, да, которые помогают нашим семьям как раз вот в таких вопросах. Выпал снег, живут в частном доме, женщина одна с ребенком, ну, нет знакомых, друзей, которые мы попали. Пожалуйста, можно заявить об этом своему куратору семьи, и мы найдем волонтеров, которые придут и помогут почистить снег. Как вы говорите, переезд – то же самое. Там, на самом деле, если подумать, вопросов может быть огромное количество. Вопросов много. Ну, я думаю, конечно, наши семьи не остаются без внимания и со стороны родственников, и друзей, и знакомых, но, конечно же, и наших волонтеров. То есть у нас очень много волонтеров, студентов, которые готовы таким семьям прийти на помощь и оказать посильную и возможную работу, которая необходима при переезде, при каком-то ремонте, да, перенести какие-то тяжести, куда-то сходить за продуктами. Поэтому, конечно, наш штаб продолжает работать, и мы таким семьям будем оказывать помощь всемирно. А кто, кстати, участвует вот в этом волонтерском движении? Вот кто эти замечательные люди? Это только там, я не знаю, старшие школьники и студенты. Вот кто те люди, которые готовы прийти на помощь другим людям? А вы знаете, у волонтеров нет возраста. Это как старшеклассники, которые могут прийти и помочь погулять с собакой. Ну да, или снег почистить. Это студенты, которые могут прийти, помните, мы, студенты у нас ходили, помогали подключать приставки цифровые, когда цифровое телевидение, настроить цифровую приставку, да, что-то перенести. У нас есть и серебряные волонтеры. Такие есть? Конечно. То есть пожилые люди, которые еще крепкие, чувствуют себя хорошо, и у них есть вот это внутреннее желание кому-то помочь. Но ведь в помощи нуждаются и престарелые родители, а элементарно некоторым просто надо поговорить. Да, это иногда даже важнее всего. Просто надо пообщаться. И мы таких, у нас работает на территории города дворец ветеранов. И, конечно, мы ждем тех, кто остался один, да, кому нужна наша помощь. Там есть у нас масса скружков. У нас есть и обучение программной деятельности. То есть если вдруг в старшем возрасте захочется овладеть компьютером, как правильно им пользоваться, как посмотреть какие-то новости, пожалуйста, у нас это обучение есть. И у нас во дворце ветеранов работает как раз отряд серебряных волонтеров, которые, конечно, помогают тогда, когда это возможно. Ведь иногда нужно посидеть с ребенком маленьким. Конечно. С этим абсолютно справляются наши серебряные волонтеры. Да, им это в радость, на самом деле. Ну, как бы не зря же пожилым людям очень нравится общаться с маленькими детьми. Поэтому откликается много людей, очень много. Кто-то помогает материально. Кто-то помогает в силу своих физических возможностей, какими-то помощью в быту. Кто-то даже берет какую-то семью и говорит, я вот буду этой семье помогать всеми возможными способами. То есть добрых людей у нас очень много. Кто-то вяжет носки для наших мобилизованных, да. Кто-то... Дети пишут письма. То есть я думаю, всем миром мы сейчас должны помочь и нашим военным, но и, конечно, особое внимание тем семьям, которые остались здесь, ждут их, любят. И чтобы сердце у наших мужчин не болело, как там их семья, все ли у них хорошо, нужна ли им помощь, мы, конечно, сделаем все для того, чтобы дойти до каждой семьи. Если вдруг кто-то еще эту помощь не получил, если вдруг кто-то еще стесняется озвучить, что нужна помощь, пожалуйста, у нас внутригородские районы, администрация города. Можно написать письмо, можно обратиться по электронке, можно позвонить. И мы в кратчайшие сроки постараемся решить эти вопросы. Конечно же, остаются трудности. Конечно, мы не можем решить и минутно какие-то вопросы, которые законодательно еще не урегулированы. Но мы сейчас эти вопросы набираем, да, мы обращаемся и в федеральное правительство, и в областное для того, чтобы сейчас отработать нормативные акты, которые смогут в дальнейшем решить проблему этой семьи. Ольга Владимировна, скажите, адрес Дворца ветеранов, куда могут обратиться люди? Потому что, ну, это замечательный совершенно отдельный такой проект, который есть в Самаре, и которым нужно гордиться. Куда могут идти? У нас Дворец ветеранов находится в Советском районе. Я вот на Маризе Терезе, сейчас адрес вам, номер дома. Он такой у нас красивый, большой, что мы даже недавно остановку назвали именно так, Дворец ветеранов. То есть найти на самом деле несложно. Да, очень несложно. Интернет, это вот Дворец ветеранов в Самаре найдешь. Вы говорили о том, что кураторы есть, которые помогают семьям, и они вот назначаются специально. Кто эти люди, как вы их подбираете, откуда они берутся? Потому что, ну, от них очень многое зависит. Они должны быть, с одной стороны, вот такими чуткими, не перегоревшими, понимаете, о чем я говорю. А с другой стороны, они должны быть, ну, грамотные, то есть очень много знать, понимать, быстро ориентироваться и подсказывать, подсказывать, подсказывать людям, вот, чем можно воспользоваться. Потому что часто мы не знаем, на самом деле, того, что можно получить. Конечно, ну, это разные люди. У нас достаточно большое количество кураторов, где-то по 20-30 семей прикреплено к одному человеку. Это и ТОСы, это и управляющие микрорайонов, это и специалисты внутригородских районов администрации, это наши специалисты, которые непосредственно работают с населением. Поэтому мы их обучаем, мы рассказываем, мы их методически обязательно поддерживаем, да. Если у них возникают вопросы, они тут же связываются с той или иной службой и для того, чтобы дать полную консультацию тем людям, которые в этом нуждаются. Владимировна, вот если у кого-то, ну, скажем так, какие-то вопросы остались, если люди что-то не понимают, куда нужно обращаться родственникам военнослужащих для оформления льгот, есть ли какие-то вопросы еще остались? Ну, смотрите, например, если это касается несовершеннолетних детей, касается образовательной деятельности, это нужно обращаться в то образовательное учреждение, где ребенок обучается. То есть школа, детский садик? Школа и детский садик. Если у нас же есть такая еще льгота, я, наверное, просто о ней не сказала, это бесплатное посещение кружков и спортивных секций в муниципальных и государственных учреждениях. Не сказали, это важно. Да, это очень важно, чтобы наши дети были заняты, и, конечно, если это учреждение муниципальное и государственное, там заниматься ребенок может бесплатно. Если это по этому направлению, можно обращаться в то учреждение, где вы занимаетесь в кружке. В случае, если вы не находите понимания или какие-то вопросы возникают по всем образовательным историям, нужно обращаться в департамент образования. По материальной помощи. По материальной помощи необходимо обращаться, у нас два учреждения, это государственное учреждение, это главное управление социальной защиты населения, оно есть в каждом районе. И наше муниципальное учреждение, это комплексный центр социальной поддержки населения, тоже в каждом учреждении он у нас есть. Льготы, которые можно оформить, пособия, выплаты, в зависимости от того, что это за выплата, это либо пенсионный фонд, который оформляет эти льготы и пособия, либо главное управление социальной защиты населения. То есть подсказать может, конечно, администрация внутригородского района, куда можно позвонить и посоветоваться, какую где льготу можно оформить. Можно обратиться, у нас в каждом районе города есть общественная приемная, можно заявление написать и там. Но я надеюсь, что мы сейчас настолько уже выстраиваем и выстроили взаимоотношения и взаимосвязь со всеми структурами, что если даже приходит в наш департамент, но ему нужна помощь, например, бесплатное получение лекарств. Конечно, мы связываемся, передаем эту информацию непосредственно в поликлинику или в Министерство здравоохранения, что к нам обратился вот такой гражданин, что ему нужна вот такая-то промощь, просим оказать содействие. И поверьте, эти обращения отрабатываются в течение нескольких дней. Никто не ждет там месяц, никто не ждет там 2-3 недели. Они обращают, все обращения отрабатываются в самые короткие сроки. Ну и, наверное, еще один вопрос, это вот если какие-то вопросы по здравоохранению, тогда куда обращаться? В лечебное учреждение? Главные врачи. Главные врачи. В поликлинике, да. То есть смело идите, смело говорите, не стесняйтесь. Смело говорите, что у меня мужа, там, я не знаю, сына, брат мобилизовали, что я вот такая-то, такая-то, мне нужна помощь. И, конечно же, да, эти люди, у них даже в каждой поликлинике установлены определенные дни, когда они могут прийти, обратиться. И по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова все эти вопросы стоят на контроле до их решения. То есть если семья попала в наше поле зрения, если у них возникают вопросы, то мы обязаны помочь их решить. Ольга Владимировна, большое спасибо за интересную, содержательную и очень важную, на самом деле, беседу. Я очень надеюсь, да, собственно говоря, я уверен, что все семьи военнослужащих, которые сейчас выполняют свой долг, не останутся без внимания. Все вопросы, которые здесь возникают, мы решим, обязательно, все у них здесь будет хорошо, и, соответственно, их мужья и отцы будут спокойно делать то, что они должны делать. Спасибо вам за беседу и за вашу работу. Спасибо. И напоминаю, в нашей студии была Ольга Слесарева, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Помогайте людям и берегите себя. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова